Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ну что, друзья, смотрите, какая там мечка. Анапа, ура! Мы доехали. Сейчас будем искать место, где бы нам поспать. Огромное спасибо тем, кто досмотрел выпуск. Поставил лайк. Напишите комментарий, как вам наше приключение. Оно, конечно, не заканчивается, оно только начинается. Только, как говорится, движуха началась. И вот мы ехали в аномальную жару, а в итоге мы попадаем в сильный ураган. Здесь вот, пока мы ехали, прошли смерчи, потопы какие-то и так далее и тому подобное. Ну, посмотрим, как будет у нас. Ладно, завтра с утра, скорее всего, это уже там будет следующий выпуск. Покажу, где мы переночевали. Все, всем пока, спокойной ночи. Всем доброе утро. Вот мы только открыли глаза, время 6 утра, дети нас подняли. Ребята, добрались. Вот наш ночлег. Я пока не понял, но в темноте вообще было непонятно, куда мы едем, где что. И я так понял, что в эти тартуги. Дальше туда будет цивилизованно. В Адрике. Дальше будет дикий пляж. Ну, короче, сейчас все мы посмотрим. Сейчас мы нас с детьми разгоняем на морюшко. Поглазеем. Мы вот так вот перепарковались. Вот такой вот пляж. Классный. Заехали, позавтракали, покупались. Очень сильный ветер. Очень страшно. Сейчас поедем, чтобы детки поспали в машине. Найдем пообедать и возможно сюда вернемся. Единственное, что я заезжал. Здесь все сочные, очень вкусные. Я заехал до пляжа, задом сдал, попробовал. Здесь вот я буксую. У меня пока не получается выехать. Сейчас буду снова попробовать. Пока мы здесь остановились. В общем, в Анапе, наверное, дня на два. Ребята, которые сюда приезжают уже не первый раз, делают так. Они доезжают на скорость это пляжа и сразу разворачиваются в городе к выезду. Я сделал неправильно. Я заехал на пляж и остановился. Потом начал уезжать задом. И под конец я застрял. Но машина полноприводная, пару качков я выехал. Полный привод это, конечно, хорошо. На переднем, на переднем приводе суваться сюда вообще не рекомендую. Вы точно застряете. Ура! Получилось. Мы нашли вот такое вот местечко классное. Я говорю, еще бы кого-нибудь к нам сюда, вот в этот закоулочек. Сейчас мы приготовим обед, шашлычок. А вот за этим барханом море. Поднимаемся, поднимаемся. И вот такой вот вид. Моря на море! Да, родился, правильно. Да, родился, моя! Любая, родился, моя! Вот сюда. Буква какая? Нет, нет. Какая буква? Г. Г. Голубок. Голубая, да? Клеим. Ну все, приклеивай уже. А, ну ладно. Вот так, молодец. Вот приклеивай. А так нет, клеишь будешь. Приклеивай как есть. Молодец. Артем, какая следующая буква будет? Буква какая? Д. Правильно. Кого будем клеить? Гусь. Д, кого? Д, дятел. А я у такого будет? Д, буква Д. Нет, я у такого. Нет, я у такого. Вот так прекрасно после ужина мы проводим вечер. А я хочу такой. Домашнее образование, максимально включенные дети. Да, да, нет. Но так продолжалось, пока не случилось. Короче, мы тут эвакуировались из этого места, потому что нас сожрали комары. Там еще какие-то такие жуки были, еще какие-то насекомые. Короче, там такая дичь началась после того, как мы поели. Мы быстро свалили, а утром покажу, куда. В общем, вчера вечером мы были вынуждены эвакуироваться с того классного места. Там были плюсы, вы сами видели. Это тенек, там вообще не так ветрено, и в принципе до моря можно быстро дойти. Мы вот вечером сходили, покупались, но пришли, когда уже поужинать, появился один комар, потом второй. Потом такая стая резко налетела. Потом появились какие-то вот такие жуки. Вот такие толстые гусеницы начали выползать. Короче, там началась такая дичь, что мы просто не могли стоять там. Ну, там комары прям облепляли. Даже независимо от того, что у нас с собой эти поджигалки, была полная жесть. Мы приняли решение быстро поехать к морю, потому что тут еще нет. И нашли место, пляж называется Домино, или это кафе так называется, Домино. Не знаю, я сейчас его покажу сверху. Но мы, короче, сюда приехали ночью, часов уже в 11. Мы тряслись по этим барханам песчаным. Детки уже усынули, и мы все раскидали. Мы сняли быстро палатку, и все вещи накидали сюда. Вот так вот. А сами переночевали в машине. Сейчас я покажу пляж. Точнее, наш лагерь. И потом на дроне поднимемся, и покажу вам весь пляж. Посмотрите. В общем, это наш туалет, палатка. Поставили столик здесь, все мы. Так, это наш плацдарм здесь, получается. Видимо, тачка раскладывается, и получается такая достаточно классная кровать. Также мы там наловили муравьев. У нас муравьи заползли в детские игрушки. И пока мы переняли, естественно, весь багажник был заполнен. Мы их вытащили. Здесь они от жары исчезли. Вот. В общем, откуда-то столько много появилось комаров. Там есть небольшой пруд. По-моему, его было видно. И, видимо, оттуда они начали лететь. Плюс того места, что там была пресная вода. Мы набирали в канистры, и можно спокойно помыть посуду. Я даже упался так, ну, душ принял, голову там помыл. Вот. Ладно, поехали смотреть пляж. Такой вот пляж, ребята. Вот там вот диджей, музычка, кафе, домино. Настенька сходила, разведала, говорит, все там бескарно. Большой-большой-большой пляж. Там вот в кемпинге тоже ребята устанавливают. А наша машина, она получается вот здесь стоит. Вот наш лагерь вот за этим угром. Полетели выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот, ребята, вот место, из которого мы вчера бежали. Вот пруд, про который я вам говорился. Ну, из него и комары, видимо, и шли. Потому что здесь, конечно, вчера было просто ужас. Сейчас мы здесь наберем пресной воды для того, чтобы просто мыть посуду, там, горшки промывать и так далее. Вот. Поэтому пруд тут вообще как плюс. Воду поставили на солнце. К вечеру будет очень теплое. И, может, будет так легко принять душ. Вот так вот. А вот так вот зарываются тегуаны. Видите? Там прям вообще песок, песок, песок. В общем, на этот пляж дальше мороны можно проезжать. Но машины с задним приводом и с передним приводом, конечно, нежелательно. Но они просто здесь не проедут. И вот так вот застревают. Сегодня здесь застряло прилично машин. Я лично две помогал выталкивать. Поэтому кто здесь будет, на таких приводах лучше не надо. Вообще, в основном, дорожники заезжают и вот так вдоль пляжа встают. Ну и вот это я вам тоже показывал. Его вытаскивали бросом. Вот так же с того, вот с этого кафе есть вывеска буксир. И вот эти переднеприводные тачечки подъезжают, застревают. Подъезжает этот уазик. И вот так вот всех вытаскивают. Поэтому, кто на передним приводом, лучше не суйте сюда. Мне, короче, ребята, в инстаграм прилетел вопрос. Почему мы не спим в палатке, в машине? На самом деле, находиться там невозможно. Сзади она там накаляется так, что там падет. Там можно, в принципе, попариться. Мы просто сделали, как вот такую вот нашу мини-квартирку. Вот так по периметру все разложили. И здесь вот можно еще даже что-то сделать. Например, дождь пойдет резко заскочить сюда. Вот здесь вот так вот. Спим в машине. Подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм Настеньки. Ссылочки будут в описании. В общем, ребята, сильная жара плюс сильный ветер плюс любимая жена заставляет тебя подработать зонтодержателем. Вот так вот это выглядит. Ура, может быть, ура, может быть, ура, подержать. Я вот в черной футболке. Солнце прямо сюда. И я... Но у меня просто холодит одно то, что у меня, видите, футболк. С Новым Годом. Вот так вот. О, смотрите, смотрите. Пацаны нашли подруг. Футболк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон